Так, про клэмпы ко мне было море вопросов, про кастомные опорные ножки под аудиокомпоненты тоже были, про защитные накладки на лаебаки для мытья пластинок тоже спрашивали. Что ж, выбора нет, давайте разбираться теперь обо всем по порядку. Причем не вижу смысла плодить кучу видео, давайте объединим ответы на эти важные вопросы в одном ролике, пристрелив сразу стадо зайцев. Да, мы это конечно сделаем на примере аксессуаров японского бренда Nagaoka, но не просто описав какие они классные, а логично поразмыслив над их пользой. Так что усаживайтесь поудобнее в компании с большой чашкой чая и печеньками. Для начала скажу, что был приятно удивлен тому, что бренд Nagaoka, который в первую очередь конечно известен отличными головками звукоснимателей типа MM и MI, выпускающих кстати еще и консоли, то есть сами иголки с кантиливерами и для других брендов, в том числе производит и вставки для винтажных головок, о чем можно ознакомиться на японском сайте компании. Выбор там конечно в прямом смысле на любой вкус и цвет. Но этим Nagaoka не ограничивается. В свое время я конечно встречал несколько пакетиков для винила с логотипами компании и несколько других аксессуаров, но не часто, ибо Япония далековато, да и альтернатив хватает. Однако компания на фоне ухода некоторых именитых брендов продолжает поставлять свою продукцию в Россию и вот совсем недавно мне передали целый пакет с аксессуарами, о которых я сегодня и расскажу. Давайте начнем с клемпа STBSU01. Собственно, что это и для чего, если вдруг кто не знает. Вот такой вот толстый и тяжелый беляшек из цельного куска металла весом аж 600 грамм. Прижмет мама не горюй. И виниловод не горюй. Никто не горюй. Ставится на пластинку при воспроизведении, тем самым придавливая саму пластинку к слепмату. Сразу скажу, что подобных прижимов просто неимоверное количество. Разной формы, цвета, материала, даже функционалом некоторые отличаются. Есть со стробоскопическими насечками и даже пузырьковыми уровнями. Уверен, вы так или иначе с ними встречались. И вот отсюда и возник шквал вопросов. Зачем они? Влияют ли на звук? Есть ли необходимость их использовать? И какой выбрать? Давайте порассуждаем. Для начала, клэмп это аксессуар, а не предмет первой необходимости. Без него пластинки тоже будут играть. Но какая от него практическая польза? Думаю, первостепенно, как многие считают, он должен выравнивать искривленные пластинки. Это удается далеко не во всех случаях и зависит от множества факторов. Да, в некоторых случаях, как минимум, для одной стороны пластинки это удается сделать. Причем даже в тех случаях, когда без клэмпа игла начинает скакать. В некоторых случаях, опять же, в зависимости от кривизны винила, пластинка выравнивается с клэмпом с обеих сторон. Но бывают и случаи, когда клэмп не может помочь. Тогда в помощь приходят внешние прижимные кольца, которые стоят просто неимоверных денег и подходят, как правило, только к некоторым опорным дискам. Поэтому внешние прижимы панацея только для избранных. Далее. Клэмп спасает винил от проскальзывания на опорном диске. Как-то слушал я реквием группы Корн и последний альбом Слепнот. Обе пластинки у меня были чуть кривоваты, а на самом проигрывателе на опорном диске нет слепмата. Зато есть покрытие из того же винила. Так вот, при воспроизведении того же реквиема заметил, как Джонатан Дэвис начал на ходу менять тональность и жевать слова. Оказалось, что ввиду неровности пластинки и малой тем самым площади соприкосновения с опорным диском, пластинка банально проскальзывала. Поставил клэмп, проблема решилась. Причем в этом случае без клэмпа даже невозможно протереть пластинку карбоновой щеточкой. Понятное дело, что с резиновым слепматом пластинка скользить не будет, но все-таки логично кривые пластинки, даже не сильно кривые, прижимать клэмпом. Еще, если у вашего проигрывателя легкий опорный диск, скажем килограмм или полтора, то дополнительный вес клэмпа даст вам больше инертности, что придаст стабильность вращения диска и минимизирует уровень детонации. Влияет ли клэмп на звук? В вышеупомянутых случаях, безусловно, плавающий или заикающийся от скачков игловокал меня не впечатляет. Влияет ли в остальном? Честно, слышал много рассуждений, что даже разные клэмпы по-разному себя проявляют звуки. Есть же еще и стабилайзеры за кучу денег. Там вообще эзотерики хватает, но от себя скажу, что никогда не тратил время на тест сэмплов с клэмпом и без. Кстати, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Ну и в заключение. Использование клэмпа придает статусности вашему проигрывателю, выглядит изящно и серьезно. Что из минусов? Прежде чем использовать тяжелые клэмпы, скажем, более 300 грамм, многие рекомендуют связываться с производителем проигрывателя и уточнить, насколько это безопасно для подшипника. Ну, поскольку, как вы понимаете, дополнительная нагрузка имеет место быть. От себя скажу, что даже на кросле ставил 600-700 граммовые клэмпы, играл и держал скорость без проблем. Ну, а сколько он протянет, думаю, если он и скончается, то по другим каким-то причинам. Что по итогам? Клэмп во многих случаях не красивая безделушка, а прямо необходимая вещь. Сегодняшний гость от Nagaoka серьезный претендент, чтобы подружиться с вашим проигрывателем. Идет в симпатичной коробке, сделан, кстати, в Японии, из нержавеющей стали. Сейчас кто-то обязательно должен сказать, да зачем его еще и покупать? Можно на токарном станке выточить. Естественно, можно, и если у вас в гараже он имеется. Точите на здоровье, только не забудьте найти немагнитную болванку, а то ближе к яблоку МС-головки очень эффектно примагничиваются клэмпом из магнитных сплавов. Имел дело с такими умельцами, видел, слышал звук такой, ну, прямо с серпом. Особенно, когда у тебя головка звукоснимателя за пару сотен тысяч. В общем, для тех, кому нужен качественный продукт без заморочек, типа сделай сам, рекомендую. Качество изготовления очень даже. Вес клэмпа целых 600 грамм. Далее, казалось бы, эзотерическая тема, опорные ножки. У каждого проигрывателя винила, CD, усилителя, кассетника, ЦАПа, даже акустики, они есть. Ну, ладно, с акустикой не во всех случаях, но все же. Так зачем, спрашивается, их менять на кастомные? Тоже есть множество рассуждений, как и с подставками под акустические кабели. Мол, звук лучше, поскольку вибрации меньше и ток проходит лучше. Ну, в общем, полно бреда, если честно, сочиняют, который сбивает с правильного пути. Но давайте посмотрим, в каких случаях в них есть смысл и практическая польза. Бывают случаи, когда ваша легкая икеевская стойка не справляется с гашением вибраций. Особенно в случае, если рядом стоит хороший САП, который вы не стесняетесь включать в компании с проигрывателем винила. Игла может попросту ловить вибрации. Особенно, когда речь заходит о недорогих легких проигрывателях, где опорные ножки выполнены буквально для галочки и порой не имеют никакой виброразвески. Да, в этом случае есть смысл решить проблему кастомными ножками. Также бывают модели ножек, которые даже имеют возможность выставлять проигрыватель по уровню на фоне родных комплектных. Польза налицо. Не буду ходить далеко. Мы с папой сделали две пары акустики в домашних условиях. В этом случае ему тоже хочется, чтобы ножки были. Иначе при выходе очередного альбома Слепнот соседям достанется. Проигрыватели CD в принципе должны иметь как виброразвязку, так и какой-нибудь антишоковый буфер. Но это не аудиофильский нынче подход. Так было раньше. Сейчас буферы есть далеко не во всех сидюках. Поэтому тоже в случае с дешевой легкой киевской стойкой лучше обзавестись шипами. Вот больше всего мне нравится, когда рассуждают о применении виброразвязки на ЦАПы и АЦП. Без комментариев. У меня подобные случаи вызывают только глупую улыбку и щенячий восторг, глядя на человека, кто верит, что это необходимо. Что по сегодняшним ножкам от Ногоока? Идут тоже в симпатичной коробочке, тоже сделанной в Японии. Каждая ножка изготовлена из стали. Конусы имеют маленькие рубиновые шарики, которые ставятся на такие вот таблеточки. Стоят как вкопанные, не скользят, как может показаться. Фиксируются очень хорошо. Элементарные в установке. Ничего не надо выкручивать и вкручивать. Наклеиваем на ножки маленькие шайбочки и устанавливаем на аудиокомпонент. Все. Причем в комплекте их 4 штуки. Но скажу, что можно, скажем, проигрыватель винила или CD, проигрыватель ставить и на 3. Сэкономите, если у вас несколько компонентов в системе, находящейся в зоне сейсмической активности. Я не сейсмолог, конечно, проводить замеры необходимости не вижу, хотя многие компании вкладывают силы и исследования, в частности японские бренды, где и показывают интересные результаты. В общем и целом, если подходить без эзотерики, то кастомные опорные ножки, в случае особенно с проигрывателем винила, порой имеют заметную пользу. И да, здесь можно смело сказать, что ножки влияют на звук, поскольку иголка штука чувствительная и ей вибрации крайне противопоказаны. Виброразвязывать усилитель, скажем, весом, как мой сансуй в 30 килограмм, смысла не вижу никакого. Хотя, тем не менее, он у меня тоже стоит на стойке на шипах. Кстати, сегодняшние ножки на ГАОКО ENS SU-01 получили премию Pure Audio на Japan VGP Awards. Далее переходим к защите лоебаков при мойке пластинок. Кто бы что ни говорил о способе ручной мойки пластинок, мол, небезопасно, неэффективно и так далее. Понятное дело, что специализированные мойки для винила, будь то вакуумные или ультразвуковые, эффективнее и удобнее. Однако, все-таки огромная армия виниловодов не может себе позволить купить шайтан-машину за кучу денег и предпочитают мыть винил по старинке, хоть под душем, хоть в тазике с дистиллированной водой. Но все же их объединяет страх, что наклейки, они же лоебаки, отклеются или каким-то образом пострадают. На помощь придет пара накладок на ГАОКО CLP02. Вот ведь название-то придумывают, даже циферно-буквенные значения есть. Итак, две накладки надеваются элементарно, закручиваем и все, можно отправлять пластинку откисать хоть на несколько часов. Лоебаки под надежной защитой. Кстати, недорого стоят эти штуки, 3000 рублей. За винил не беспокойтесь, по кругу идут резиновые уплотнители. Штука полезная для тех, кто не хочет тратиться на мойку винила. Экспериментируйте. От себя посоветую, как один из вариантов, дистиллированную воду и несколько капелек ПАВ. К примеру, от того же аналог Ренессанс. Только дайте им время распределиться по воде. И да, вода должна быть теплой, не горячей. Ну, градусов 30. Можно использовать помазки для бритья из натурального ворса или же щеточки. Опять же, далеко ходить не надо. Есть щетки от аналог Ренессанс. Ну и в заключение, на ГАОКО выпускает пакетики для винила. Мне дали внешние для полноразмерных пластинок и 7-дюймовок. Очень хорошего качества. Прозрачные, тактильно приятные и без клапанов. Вот прямо то, что я люблю. Быстро достал, положил назад и никакого клея. К вопросу о том, какие пакетики использовать, японские лучшие, пожалуй. Но не дешевые, особенно сейчас. Я вот как раз японскими-то все время и пользовался. Еще даже остались в запасе. Да, есть и китайские, дешевые. Пробовал, брал на Алиэкспрессе. И скажу откровенно, даже мелодиевские пластинки заслуживают лучшего. Ну а кому дороговатые пакетики от Нагоока, есть наша альтернатива от аналог Ренессанс. Ну, выглядит прямо как реклама-пропаганда российского бренда. Но факт есть факт. Ими я тоже пользуюсь, качество более чем устраивает. Что по итогам, друзья? Надеюсь, видео было для вас полезным. Не стесняйтесь излагать ваши мысли по поводу аксессуаров. И пишите в комментариях, какими пользуетесь сами. Если коротко, то Нагоока сегодня порадовала. Ждем, может быть еще что-нибудь интересное выпустят. А там и потестируем, и посмотрим. Что ж, друзья, на сегодня у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. И обязательно делитесь вашим мнением в комментариях. Ну, конечно, самое главное, будьте здоровы! Счастливо!